Всем привет, с вами Нильвгорн, и это игра Savage Land, или Savage Land, или Savage Land, не знаю, как точно говорится, к сожалению, проблема с английским, так что, ребята, критично не относите к названию. Игра в скором времени выйдет в стиме, и это версия для smilegame.ru. Пиратская, я не знаю, украли ли они, либо они выпросили пораньше доступ, не знаю точно, но факт стоит фактом, что можно в неё уже поиграть немного. Игра, честно говоря, мне прям первые вот, с первой секунды, кстати, мы как раз-таки выжившие после кораблекрушения, пират, матрос, человек, не знаю, вот водочка наша разбита, мы вот такие вот, ааа, нас выкинуло, и всё, и что у нас есть? Здесь у нас есть немножечко тряпок, тряпок, такой вот, такая вот сумка, мешок, в которой есть немножко еды, флинт и топорик. Очень неплохо начало для игры с топорикой, это отлично, не все эти могут похвастаться, и первое впечатление у меня от игры это, это Skyrim. Почему-то, я не знаю, но вот, задний фон, вот эти горы, шум волн, графика очень похожая, по крайней мере, на первый взгляд, ну, для меня, такое чувство, что это реально Skyrim. Очень вот так вот круто. Потом, поиграв немножко в игру, я понял, что у неё очень многое есть от The Forest, игра The Forest. Я думаю, многие о ней, как минимум, слышали, и многие, скорее всего, в неё даже играли. Чем же похожи крафт со зданием домов, костров, палаток? То есть мы ставим сначала, грубо говоря, макет здания, или палатки, или костра, и потом туда приносим материалы. Камни, доски, брёвна, ну, всё, что нужно. Верёвки там. И ещё, почему-то, у меня, похоже, эта игра сводится к тому, что она с растом, вот почему-то, ассоциации в ней идёт. Отлично, отлично начало просто. Нашёл какой-то чей-то, чей-то костёр. Причём, с костром можно приготовить еду, либо... Ну, только вот здесь ничего нету, больше, кроме как-то. Давайте пойдём в другую сторону. Странно. Главное, костёр горит, как будто здесь уже кто-то был. Так вот, почему-то ещё на раст похож, хотя я в раст ни разу не играл, его только видел по видео, там, и как люди играют, и всё. Ну, и почему-то у меня есть такой вот, как бы... Не знаю даже, не знаю, почему у меня такое ощущение, но описать это как-то так. Крафт, поиск вещей здесь такой, что вы, если находите, к примеру, верёвку, то у вас открываются все рецепты с этой верёвки. Находите железо, открывается рецепт с железом. Притом, как-то, в каком-то странном это всё порядке происходит, и точный, точный... Я там вижу, по-моему... А, или это камень такой. Наверное, камень такой. То есть, в какой порядке эти все рецепты открываются, я точно не могу сказать, но вот как-то так. И, в принципе, надо было сразу об этом сказать, но я как-то запоздал, начал об этом думать. Игрушка в стиле песочницы, выживалки, в средневековом таком мире, в котором мечи, топоры, лавы, такие рыцарские костины, всяческие брони и тому подобное. В таком мире и будем выживать. Также здесь есть и драконы, и скелеты, волки, собаки злые. Также есть и мирные живые существа. Это, по крайней мере, я видел только олень. Так что олень это и будет основной едой вашей, потому что вам придется очень много за ними бегать. Во-первых, из-за того, что в них есть куски мяса, и, во-вторых, что у них есть дополнительные материалы, как кожа, как жилы, которые будут использоваться в крафте. Чё тут ничего нету? Блин. Печально. Печально, очень печально. Ладно, хорошо. Нету так нету, пробежимся тогда в другую сторону, потому что... Ну как, не в другую сторону? Ну, пойдем вглубь острова. На берегах вроде бы я ничего не нашел. Не повезло мне. Сейчас вот отсюда еще загнув. Вдруг там все-таки есть какие-нибудь палатки. Хотя, знаете, я здесь не замечал... Лучше на тобой переключиться. Не замечал каких-то ровностей, то есть, сказать, ну, поле, и чтоб там 2-3 дерева на нем торчало, и вы могли просмотреть. Блин, звуки какие-то были. И вы могли просмотреть, что там вдали. Такого я не замечал. Блин, у меня очень быстро кончается еда. От голода здесь умереть вообще как раз плюнуть. То есть, голод это самая первая проблема, которая у вас будет, потому что с ним вам придется бороться очень много, и очень часто ягоды, яблоки, орехи, в данном случае, которые у меня есть. И я ничего этого не находил, ну, на деревьях имеется в виду. Я не находил на деревьях никаких орехов. По крайней мере, может быть, я как-нибудь неправильно их искал, или, не знаю, может быть, еще как-нибудь другие какие-нибудь способы есть поиска этих орехов. Например, вот похоже дерево на ореховое, да? И звук рубки есть как бы. То есть, как будто мы и рубим это дерево. Но и я не вижу, чтобы с него что-то падало, с него что-то выпадало. Деревья, кстати, рубятся очень похоже в плане системы The Forest, то есть из игры. Потому что мы срубаем дерево, падает как бы ствол, потом мы несколько раз по этому стволу ударяем, и он распадается на несколько поленец, которые мы складываем... Вполне я вижу оленей. Которые мы складываем себе в рюкзак, и продолжаем, так сказать, с этими поленецами бегать, и уже их можем разобрать. Вот олень, олень, олень. С оленями потяжеловато будет вначале. Вот волчишка, и... Притом, вот я не понимаю, есть вот такие волки, а есть черные волки. Похоже, черные, это как бы зрули, или проклятые, или мертвые, потому что здесь так же здесь нужно найти скелеты, группы, множество вот таких всяческих плохих... плохих зверюшек, потому что с ними придется вам бороться. Блин, у меня кровоточение, и где-то, где-то я здесь между деревьев увидел... Вот, по-моему, где-то здесь все-таки это было. Где-то я увидел башню с драконом. Это очень интересно. Я бы хотел ее показать. Так, сейчас, секундочку, давайте мы сначала попытаемся скрафтить себе бинт. Бандаж. Стоп. Да, вот, все написано, что останавливает блединг. Вон башня с драконом, и вон дракон полетел. Так, бегите, оленя, отсюда. Почему я... Я-то не знаю, подходить к этой башне не подходить. Страшновато, честно говоря. Но, в любом случае, мы пойдем посмотрим. Потому что здесь, так, ну, в начале нужно в любом случае... И тем более, я вижу какие-то постройки. В любом случае здесь придется искать, потому что новые рецепты не откроются, пока вы что-то не найдете. То есть, пока у вас... Да, я вижу постройки реальные. Пока вы не найдете, к примеру, топор, он у вас в крафте не откроется. Это вот небольшой минус, ну, на мой взгляд, потому что как так... Я вижу скелета. Блин. Не хотелось бы сейчас встречаться с какими-нибудь врагами, которые бы мне еще и наваляли. Так, башня есть, главное. А пройти я в нее не могу, потому что здесь какие-то... Какие-то доски мне мешают. Башни дракона. Я вот... Я честно, я не знаю. Я ни разу... Ну, вот скелет, собственно. Но скелета-то еды точно не будет. Череп и... Череп и какая-то... Костяная мука или, не знаю, труха. Допустим, там врагов, наверное, около этой башни просто очень большое количество. Башенька-то еще сделана так неплохо. Кстати, как раз-таки, когда открылся... Вот я, по-моему, если нахожу череп, то вот уже можно из кожи волка как раз-таки скрафтить некоторые предметы, некоторые броньки. И вот череп я нашел, а как раз из черепов тоже можно костяной мейс. Костяная броня вроде бы там была. Ну, раз дракончика пока что нет, почему бы не сбегать в его башню, не глянуть, что там? Лично мне очень интересно, по крайней мере... Ух, 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 красивое строение. Мощное, суровое. По крайней мере, мне очень интересно, что здесь можно повстречать и можно ли вообще что-то найти. и для вас будет тоже небольшим таким... Даже не уроком, а просто знанием того, что можно ли здесь что-нибудь найти или нет. Нет, похоже, нет, потому что, по крайней мере, ничего не подсвечивается, никаких ворот я не вижу. О-о-о-о, зато я нашел скул мейс. По-моему, да. Отлично, это... Скул мейс, отлично. То есть где-то драться им можно. Так, еще вроде башенка. Давайте к ней тоже сбегаем, потому что, ну, мало ли, если в одной башне ничего не было, во второй может быть, да? Я умираю с голода, и это очень плохо, на самом-то, здесь. Тоже такое ощущение, что пройти нельзя. Ну, и башни, скорее всего, чисто символические. Зато здесь есть костер, в котором лежит флинт и... И все, что ли? Божественно, блин. Просто божественный дроп. О-о-о, ребятки, да. Да! Я нашел ее. Вот это мой совет, потому что, ну, тоже какой-то небольшой совет. Это у меня второй раз происходит. Рядом с этой башней, если вы находите башню, во-первых, к башню можно сбегать, конечно же, и вокруг башни обязательно побегайте, потому что вы можете найти вот эту деревушку, заброшенную деревушку, мертвую деревушку, потому что здесь ходят скелеты, они здесь появляются и респаунятся, зато здесь есть очень много дропа, но и, в принципе, можно здесь обосноваться, потому что здесь есть еще места, то есть, ну, дома с закрытыми дверьми. Я думаю, там вполне можно закрыться. Это брошенная деревня, здесь людей вы не найдете, но найдете немножечко еды, для начала, что, я думаю, очень-очень и очень отлично, плюс еще кузницу можно найти, и скопление, скопление черепов. Не знаю, что это такое, но вот гора черепов, понятно, я имею в виду, не знаю, для чего она, потому что мы ее можем, ну, как-то завязать, вот, если мы же подойдем, хотя нет, что-то, вот сейчас не получается, значит, мне показалось. Вот кузница, forge items, или, либо печка, скорее всего, какие-то крафты, нельзя скрафтить просто так, ой-ой, я вижу сюда дракон летит, давайте вот сюда сбежим, берем тряпочки, здесь больше ничего вроде нет, а, он прилетел, дракон, ну, все-все, сиди вот там у себя на башне, ко мне не летай, не нужно, у меня ничего делать. Так, в большом доме, не похоже, ничего нет, по крайней мере, ничего не подсвечивается, зато здесь есть, вот эту вещь я искал, рабочий мейс, как раз-таки, благодаря ему, вот этому мейсу, вы сможете добывать руду, камни, железо, материалы, из обычных камней, которые вы будете, находить вот на территории, то есть, просто вот булыжники всяческие, есть, вы начинаете их колотить, и добываете из них, материал, что очень даже отлично, так, бандаж есть, только вот здесь вот, мне нужно, я прям слышу, что он там пугается, чего-то, во-первых, мне нужен, жалко, костер как-то нельзя разжечь, и вот здесь, а, кость хумана, кость человека, так, я даже не знаю, с чего начать, потому что нужно, ну, выложить половину, давайте выложим, а, почему половину, не надо ничего выкладывать, хотя вот, вот это, вот это, и можно флинт, к примеру, выложить, пока что, и мне нужен камень, мне нужен не камень, а нужны, я слышу скелеты где-то, нужны доски, так, как раз у меня здесь, мы здесь, а кровь есть, у скелета-то, плоть, человеческая плоть, ее можно съесть, и вам станет плохо, вы отравитесь, но она же и используется на некоторые крафты, срубили дерево, по нему немножко ударяем, ну, и вот, выпадает три поленица, ну, это в большинстве случаев три поленица, так, по крайней мере, у меня больше не падало, так, и давайте делаем вот доски, еще одну поленицу возьмем, и еще одну делаем, потому что, ну, там не одна, по три сразу делается, из двух бревен делается три доски, это хорошо, в принципе, и я хочу сделать себе факел, потому что в некоторые дома, когда заходим, чего-то опять не хватает, а, не хватает, потому что нет, не хватает, я же его скинул, так, так, вот, можно еще вот такое факел сделать, но его нужно, а, у меня все есть, это надо снять факел, то есть, вот, из инвентаря, он сразу, как бы, снаряжается, а, это погаший факел нужно, все, понял я, теперь, когда мы, заново, факел тухнет, мы заново его можем разжечь, то есть, тем крафтом, ну, вот, в принципе, такой процесс, единственное, что мне не нравится, что здесь нельзя факелом бить, ох, нифига себе, нифига, скрех какой, с броней, и свечом, ох, нифига, вот это неожиданно, куда у меня мейс, почему-то у меня мейс, куда-то, ой, как мне сразу плохо-то стало, надо срочно делать костер, надо срочно делать, ребятки, костер, потому что нужно, как там он делается, а, вот, так, давайте вот здесь вот поставим, все, накидаем, три бревна нужно, так, и вот, вот проблема, потому что, вот с этих скелетов, ничего не падает, по крайней мере, дропа с них получить нельзя, блин, зараза, так, еще, еще, так, это хуманский, голова, нужны доски, куда вы этот, пришел скелет, блин, вообще, навалял мне, можно сказать, отлично, прям в воздухе, разрубил, бревна, это, это, так, отлично, приготовленный, вот, и делаем из, получил мясо, жареное мясо, и кушаем его, и все, готово, с едой, ребятки, проблемы, как видите, еда, очень быстро кончается, ее нужно, очень много, потому что, постоянно у вас требуется, эта еда, так, давайте, гости спинем, потому что, ее, нечего с собой носить, постоянно требуется, эта еда, постоянно у вас, так, еще, орехи, прям, шикарнейший, дроп, в доме, прям, вам постоянно нужна будет еда, и постоянно вам придется бегать, еще немножко еды, постоянно придется бегать, либо за оленями, либо за какими-нибудь страшными зверьми, с которых вы сможете получить, хоть немножечко дропа, именно дропа, съестного, какого-нибудь, так, ну, топор каменный, он у меня уже есть, я, вот, собственно говоря, и первая еда наша, я заметил, сейчас ее немножко здесь обеду, потому что, часто бывает, еще дроп валяется, просто, у вас, разных предметов, с одного удара, Мейс убивает, это круто, ребята, конечно же, куда второй побежал, а, конечно же, Мейс, конечно же, урона у него, намного больше, так, и вот теперь, я буду, ну, точно сразу могу сказать, что намного легче, потому что, если вы будете молотом, ведь, или топором, это два удара, два удара по оленю, и, ну, вот, собственно говоря, вам его еще, не то, что два удара надо нанести, вам еще за ним надо угнаться, тут много оленей-то, отлично, ну, просто, стадо, свальнул целый оленей, я даже, я даже забрать все не могу, но звуки от оленей, будут вас преследовать очень долго, так, сейчас, ребят, я хочу скрафтить, во-первых, давайте поедем орехи, потому что не хватает места, я не хочу терять это место, потому что, я забуду, как сюда надо будет вернуться, никакого компаса, или, вообще, карты, или что-то в этом роде, я здесь ни разу не наблюдал, не замечал, скорее всего, я могу предположить, что ее, ее можно будет скрафтить, либо, либо еще что-то с ней сделать, и получить карту в итоге, но, сами понимаете, и сейчас, просто, я из кожи могу делать веревки, а уже из, 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 вот, надо было, не то я сделал, надо было вот такую вот сумку, вот, вот у меня потух, собственно, говоря, факел, так, секундочку, я немножечко, туплю, потому что я бы хотел, вот, либо такую, либо, что у нас здесь, у нас уже здесь ничего нету, я уже все забрал, и, а, вот, просто иногда складывается, все, понял, непонятно, что некоторые предметы стакаются, или не стакаются, вот теперь у меня все влезло, отлично, блин, вот, смысл сразу чувствуется, что намного легче будет, потому что с одного удара, как видите, отлично, олени прямо у меня, в моей деревушке, хоть я ее возобновлю, и я ее подниму с колена, очень много придется вам кожи добывать, очень много кожи, так, успокойся, все, 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 вон там еще два оленя, по-моему, да, и он еще, а, это уже труп оленей, ну, прям отлично, мне нравится, Очень много кожи придется добывать. Почему? Потому что, смотрите, крафты эти, просто невероятные крафты, потому что даже вот большой хаммор для добычи ресурсов, то есть немножко камня нужно будет добыть, и тогда можно будет еще больше, быстрее добывать. Смотрите, сколько броник, смотрите, какие здесь крафты, то есть здесь доски, к примеру, вот на этот шлем нужно именно high quality metal, то есть высокого уровня металлический кусок, я так понимаю, ну, его руду, вот эти веревки, которые делаются как раз-таки из кожи, то есть мы разряжаем кожу и вьем веревку, вот такой вот шлем тоже классно смотрится, тут low quality metal нужен, ну и forge, то есть это печку как раз нужно. Вот здесь вот амбар, какой-то вот, какая-то латер, главное. Очень много видов броньки, вот какие-то радиан, гем, фрагменты, очень много руд, которых нужно будет еще найти, сумки, которые вы крафтите, и у вас вот здесь вот увеличивается инвентарь, вы как бы их на себя их одеваете, и у вас увеличивается инвентарь, что очень отлично, по-моему, на мой взгляд, то есть и это очень-очень-очень-очень поможет в развитии и путешествии по этому замечательному, интересному миру. Я респектую из-за того, что здесь именно вот, как бы это правильно сказать-то, все, пожарился, вот эти древние средневековые времена, рыцарство, это мне как бы по душе ближе, ну, грубо говоря, потому что мне это больше нравится, чем другие простейшие, там, где пистолеты есть, где там винтовки есть, можно это все выбить, убить человека издалека, что он не поймет, откуда бы ты его должен, ага, как это круто. Ну, вот мне это не нравится, поэтому я люблю именно такой классический бой. Нет, кожа не берется, мясо, мясо еще взялось. Ладно, хорошо, тогда мы из кожи сейчас сделаем одну веревку, и тогда она точно нам заберется. Но, к сожалению, можно наблюдать, что... Вот, сделаем сейчас мешок, и видите, я сделал мешок, и у меня еще появилось 4 таких слота, это, блин, отлично просто. То есть дропы можно, ой, сумок можно, я так понимаю, много наделать, они просто у вас так же, так же лежат в инвентаре, и просто добавляют вам еще слоты. Это, по-моему, очень отлично, один слот занимается, и 3 получается, как бы, свободно. Чтобы крафтить, конечно, здесь нужно очень многое добыть, начиная с кожи и заканчивая теми же самыми обычными ресурсами, как металлом, камнем и тому подобное, потому что вам придется очень много тогда посидеть, в данном случае, около камней там, и поколотить эти камни мейсом, чтобы из них добыть камень. Это, конечно, большое количество времени вам придется на это потратить, но это стоит того, потому что крутые броньки, выглядит очень круто все, симпатичненько, по крайней мере. Когда смотришь мувик, там выглядит это эпичненько. Вот такая вот интересная игра, я надеюсь, я, по крайней мере, вас заинтересовал к этой игре, скоро она появится в стиме, и вы сможете... Вот еще мейс, отлично, один. Скоро вы сможете ее пощупать сами, так сказать, попробовать, ну и обязательно я ссылочку на бесплатную версию, по крайней мере, на пиратскую версию, так скажем, скину и оставлю под видео, можете пользоваться, можете скачивать, можете играть. Игрушка очень интересная, по крайней мере, ну вот, из-за этого разряда выживалок средневековых, как-то, ну, лично мне интересно. Интересно даже дракону убить, что там, сердце дракона, или бошку дракону у себя в доме повесить. Очень классненько, камни очень долго добываются, честно говоря. Так же, конечно, здесь есть ночь, то есть в определенный момент солнце опустит, наступит ночь. Я не знаю, что здесь ночью будет твориться, но я предполагаю, что врагов станет больше, и, ну, ходить надо будет сложнее. И все-таки, наверное, надо будет подготавливаться к ночи, запастись едой, чтобы не искать ее по лесу бегать. Как-то там, запастись еще какими-то материалами. Интересно тоже скрафтить лук, и он точно есть, но вот, как бы, я его не крафтил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы впервые на моем канале, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Также я ищу переводчика английского, чтобы переводить апдейты и обновления к играм, и выкладывайте это все в группе ВКонтакте. Если вы хорошо знаете английский и более-менее можете переводить, то пишите мне в группе ВКонтакте, прям на моей странице, там ссылочка, меня там легко найти. Так что, с вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока!